Хотите прямо сейчас очутиться в лесу или услышать шелест морского прибоя? А хотите отдохнуть под шум дождя или уснуть под стук колес поезда? Тогда заходите на канал слушать тишину, расслабляйтесь и получайте массу положительных эмоций под звуки природы и чарующую музыку. Ссылка в описании или сразу же кликайте по картинке прямо тут. От падающего с неба снега, конечно, еще никто не погибал, в отличие от, например, сосулек, обрушивающихся с крыш. Но сосульки банальщина в сравнении с другими нелепыми предметами, которые падали на головы неподозревающих об опасности людей. Канал Интересные Факты представляет топ нелепых смертей из-за предметов, упавших жертвам на голову. Смерть из-за козла 2 октября 2014 года 13-летний турецкий школьник стал жертвой козла, которого его отец планировал использовать для жертвоприношения. Мальчик играл во дворе с друзьями, как вдруг с крыши шестиэтажного дома ему на голову упало животное, и мальчик и козел погибли мгновенно. Драматург погиб от черепахи В 455 году до н.э. прославленный античной драматург и философ Эсхил, которого называют отцом греческой трагедии, скончался, причем самым неожиданным образом. Говорят, что Эсхил погиб из-за того, что орел ошибочно посчитал его лысую голову большим камнем и сбросил на нее черепаху, рассчитывая, видимо, расколоть прочный панцирь животного. Удивительно, но провидица однажды сказала Эсхилу, что смерть придет к нему с небес. Смерть от рекламного знака 43-летняя Диана Дюре, жившая в штате Небраска, получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась из-за того, что на крышу ее машины рухнул 23-метровый знак фастфуда. К обрушению конструкции привел износ сварного соединения на 4-метровой высоте. В итоге знак не выдержал напора штормового ветра, бушевавшего в тот день. Смерть на прогулке Сара Бин, работница детской клиники в Чикаго, 5 сентября 2014 года, во время обеденного перерыва решила выйти в соседнее кафе со своим бойфрендом. Больше на свое рабочее место она не вернулась. Сара с парнем проходили мимо второй пресвятерианской церкви, полуторавекового здания, фасад которого был украшен лепкой и статуями горгулий. Церковь находилась в ужасном состоянии и давно нуждалась в реконструкции. По несчастному стечению обстоятельств, одна из статуй горгулий отделилась от здания и полетела вниз, рухнув прямо на голову идущей по тротуару Саре Бин. Женщина погибла практически мгновенно. Гибель от кондиционера В 10-миллионном Нью-Йорке едва ли не в каждой второй квартире или офисе установлен кондиционер. Профессионалы банально не успевают устанавливать кондиционеры всем желающим и проводить их техническое обслуживание, поэтому установкой часто занимаются кто угодно и как угодно. В марте 1988 года случилась трагедия. 37-летний житель Нью-Йорка по имени Вито Ди Георгио шел на работу, когда ему на голову упал кондиционер, сорвавшийся с седьмого этажа. Мужчина скончался по пути в клинику. Летающая газонокосилка 15 декабря 1979 года на Нью-Йоркской спортивной арене проходил матч по американскому футболу. Чтобы зрители не скучали во время перерыва, организаторы выпустили на поле представителей местного клуба радиолюбителей, которые демонстрировали присутствующим свои игрушки на радиоуправлении. Один из самолетов, имеющих форму газонокосилки, утратил связь с пультом дистанционного управления и упал на трибуны, травмировав Иоанна Боэна и Кевина Рурка. Оба болельщика были доставлены в больницу. Получившему более серьезные травмы Боэну, врачи сделали несколько операций, но через несколько дней он скончался. Владельца нелепого самолета газонокосилки судили. Кокос проломил череп пенсионеру. Вероятность погибнуть от падения на голову кокосового ореха очень низка, но не нулевая. Доказано 69-летним жителям колумбийского города Милгар. В августе 2010 года Хосе Рамирес сидел в своем дворе на кресле качалки. Встать с него пенсионеру было не суждено. С 12-метровой пальмы сорвался кокос, который ударил его прямо в макушку, проломив череп. Мужчина погиб мгновенно. Смерть от унитаза. В 2014 году футбольный чемпионат мира принимала Бразилия. За полтора месяца до начала Мундиаля в городе Ресифе погиб футбольный фанат. Во время драки между фанами один из мужчин выломал в туалете три унитаза и сбросил их в толпу противников. Один из них упал на голову 26-летнему болельщику, убив его на месте. Медведь смял автомобиль с четырьмя пассажирами. В Канаде автомобилисты нередко сбивают диких животных, но в 2011 году в результате одной из таких аварий погибли два человека. Автомобиль мчался на большой скорости по одной из сельских дорог. И врезался в 200-килограммового черного медведя. К несчастью, животное приземлилось прямо на лобовое стекло машины, ехавшей по встречной полосе, пробило его и влетело в салон. Сидевшие на передних сиденьях мужчины погибли. Кран-убийца. В городском округе Дунгуань в Китае погибли 18 человек в результате обрушения грузоподъемного крана на одном из заводов. Инцидент произошел после сильной бури. Кран весом в 80 тонн рухнул на временные общежития из контейнеров, в которых находилось 139 рабочих. Продолжение следует... Продолжение следует...